доктор биологических наук ермакова про коронавирус и не только сергей васильев специально для конта за 30 марта 2020 года статье дается видео которое я рекомендую настоятельно всем посмотреть я его уже посмотрела прежде чем зачитывать статью новые искусственные микроорганизмы заточенные по уничтожению углеродов в частности разливы нефти воспринимают организм человека как свой корм имеет ли коронавирус синтетическую составляющую пандемия возможно началась того что на рынок в ухане могла попасть рыба и другие животные зараженные искусственно созданной бактерии синтии такова версия известного русского ученого доктора биологических наук ирины и ермаковой у которой взял интервью тележурналист андрей караулов от себя добавлю что вот об этой бактерии синтии и интервью ермакова и ее комментарии по этой бактерии у караулова есть и по моему за 2019 год фильм но его я уже видела тоже рекомендую поищите посмотрите по словам биолога новая бактерия настоящий монстр которого создали американские биотехнологи под руководством нобелевского лауреата хамилтона смита для устранения последствий крупнейшей природной катастрофы в 2010 году в мексиканском заливе затонула платформа компании british petroleum в результате чего огромное количество нефти вылилось в океан задачей бактерии было удаление образовавшейся нефтяной пленки путем поглощения углерода однако учитывая наличие последнего в аминокислотах которые являются составляющими белков микроорганизм постепенно мутировал и переключился на животных а людей более того он начал самопроизвольно размножаться и вот это тогда опасность стала по-настоящему глобальной у первых заболевших среди которых были в основном нефтяники или жители близлежащих районов диагностировали то же что и при к вирусе сухой кашель и пневмонию при этом смертность была очень высокой почему-то военным вирусологам которые по своему уровню умственного развития должны быть весьма неглупыми людьми не пришло в голову что их дети чем может быть угрозой для всех живых организмов когда они поняли что накосячили по крупному эти факты стали всячески скрываться а сми было приказано не распространяться на эту тему тем временем синтия попала в гульфстрим и начала свой дрейф в сторону европы некоторые люди стали умирать через несколько дней после того как искупались кроме того смерть могла поступить наступить после употребления морепродуктов и возможно скоропостижная кончина известной бизнес-леди аллы вербер представляет из себя именно такой случай ученый утверждает сообщается на сайте zenyandex.ru что для избавления от последствий злосчастной заразы можно попробовать пить слабый содовый раствор ведь в гидрокарбонате натрия содержится углерод на который падка синтия ирина владимировна поделилась этой мыслью с китайцами и совпадение или нет эпидемия там моментально пошла на спад ермакова ирина владимировна родилась в москве в 1952 году в 1972 поступила на биологический факультет мгу имени ломоносова в 78 стала аспирантка института общей педагогической психологии в 1981 году защитила кандидатскую диссертацию по теме следовые процессы в зрительном анализаторе человека при произвольном запоминании точечных световых раздражителей работа была посвящена изучению произвольной и непроизвольной памяти при воздействии зрительных стимулов на человека в 2001 году в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии ран защитила докторскую диссертацию компенсаторно-восстановительные процессы при внутримозговой трансплантации незрелой нервной ткани в которой описала функциональные особенности мозговых стволовых клеток при трансплантации в мозг животных незрелой нервной ткани многочисленные исследования показали что этот тип стволовых клеток образуется в разных структурах головного мозга животных и человека опровергая тезис о том что нервные клетки не восстанавливаются 1989 по 2005 годы проводила совместные исследования с иностранными коллегами с краткосрочными визитами до трех месяцев в чехословакии сша великобритании швеции начиная с 2005 года ермакова экспериментально исследует воздействие одного из сортов геномодифицированной суи р р линия 43 2 на здоровье крыс и их потомство в 2007 девятом годах ермаковой удалось привлечь к работе сотрудников двух институтов рана также института российской академии медицинских наук с докладами по проблеме геномодифицированных организмов и результатов своих экспериментов ермакова побывала на многочисленных конференциях за рубежом ермакова имеет 215 публикаций из них 52 по проблемам экологической и продовольственной безопасности была участница из 110 международных и отечественных конгрессов съездов и конференций к настоящему моменту ермаковой опубликовано три книги брошюры и 27 статей по проблеме гемео в отечественных и иностранных изданиях и вы ермакова с 98 года принимает активное участие в общественных экологических организациях с ноября 2006 года по 2009 являлась вице-президентом по здравоохранению общенациональной ассоциации генетической безопасности опыты ермакова встретили серьезную критику со стороны ученого сообщества эти результаты в научной печати не публиковались о них сообщалось только на конференциях и в сми доктор биологических наук ермакова про коронавирус и не только сергей васильев а вам возможно вспомнится ермакова и вы это именно благодаря ей стали известны последствия генномодифицированных продуктов для человека если употреблять их в пищу это она озвучила все опыты исследования и результаты а а а а а а а а а